марш миллионов 6 мая 2012 года был запланирован как протест против инаугурации в очередной раз избранного президента владимира путина на тот момент он уже дважды был президентом россии в 2000 и 2004 годах и как писал интерфакс в мае 2012 путину церемония инаугурации давно и хорошо знакома поэтому специальной репетиции мероприятия с участием вновь избранного президента не потребовалось конец цитаты митинг 2012 года стал кульминацией продолжавшегося более года протестного движения в основном в москве 2011 и 12 годов основной причиной стали манипуляции на выборах для переизбрания путина на пост президента а также общее недовольство снижением уровня жизни но в основном возмущение вызвано было фальсификации на выборах а также опасениями что путин появился пройдет по пути авторитаризма кульминации движения стала демонстрация 6 мая когда протест был подавлен полиции намного более жестоко чем предыдущие митинги было ясно что власть достали эти волны демонстрации а инаугурация путина была и за горами буквально на следующий день марш миллионов по разным оценкам собрал в москве от нескольких десятков до 120 тысяч человек и стал одним из самых массовых с начала волны протестов в декабре 2011 года я помню что 10 лет назад конечно вот эти вот надежды на то что мы сможем создать нормальную свободную россию не агрессивное государство которое там бомбит соседей за которой стыдно страну который можно по-настоящему гордиться вот я помню меня эти чувства переполняли собственно поэтому я из принципе такого ну человека защищал исключительно свой лес любимый да рядом со своим домом я переехала так сказать в разряд уже людей которые борются за такие крупные вещи я вошла в коррекционный совет оппозиции по просьбе алексей навального и я помню что там и борис немцов было много других прекрасных людей которых последствия или страны выдавили или там вообще в тюрьму посадили вот так что 10 лет назад это было такое время нашего рассвета сохранение группировки путина во власти смертельно опасно для нашей страны главные меры которые необходимо принять первое астаха владимира путина евгения чирикова активист и политик зачитывает манифест свободной россии позже шествие отправится в сторону болотной площади на подходе которой об он перекроет мосты возглавлявшие акцию алексей навальный сергей удальцов и борис немцов устраивают сидящую забастовку чтобы остановить движение колонны я была тогда в первых рядах и я помню что мы требовали чтобы с нами встретились власти которые фальсифицировали выборы и мы собственно говоря просто все что максимум что мы сделали мы просто сели на площадь все я была рядом как раз слышно овальным он рядом был полиция просто начала нас избивать дубинами и собственно говоря вот вся провокация какая какая была это была провокация со стороны полиции которая била безоружных людей которые ничего не делали плохого мы просто просили чтобы с нами встретилась власть именно во время этого протеста полиция проявила невиданную до этого жестокость десятки участников акции пострадали по данным овд инфо 6 мая 2012 года задержали сергея удальцова бориса немцова алексей навального и еще около 650 человек впоследствии более 30 из них стали фигурантами судебного процесса о массовых беспорядках и столкновениях с полицией так называемое болотное дело пострадавшими в котором были названы 85 сотрудников правоохранительных органов и двое граждан год спустя совет по правам человека при президенте заключил что массовых беспорядков на болотной площади не было а стычки с демонстрантами спровоцировала полиция в 2018 году еспыча признал власти россии виновными в нарушении прав человека и постановил выплатить компенсации нескольким фигурантам болотного дела после митингов и маршей тех лет началась пятая волна эмиграции второй ее пик пришелся на 2014 год период аннексии россии крыма многие кто участвовал в протестном движении того времени уехали из страны десять лет назад еще казалось что что-то можно изменить стране и поэтому был такой душевный подъем было ощущение что ты должен выйти и тебя что-то зависит к сожалению участие в десятки наверное протестных акций того времени с каждым разом этот запал все уменьшало и уменьшало потому что когда анонсируется акция с громким названием марш миллионов которая в итоге собирает даже по подсчетам организаторов меньше ста тысяч но ты понимаешь что менее одного процента в крупнейшем мегаполисе россии готовы как-то сопротивляться если бы даже мне ничего не угрожало в россии мне кажется я бы все равно эмигрировал я бы уехал из страны в которой уже ничего нельзя изменить и пусть находятся оптимисты которые говорят что ну как же вот сейчас события в украине да наверняка там большинство людей не одобряет я не верю я думаю что большинство людей по-прежнему одобряет когда мне пишут люди что мы не выходим сейчас не протестуем против войны потому что страшно я понимаю да страшно но проблема же не в этом проблема в том что они не выходили даже тогда когда было относительно безопасно и тогда в принципе было понятно к чему мы идем чему можем прийти евгения черикова также покинула страну из соображений безопасности и переехала в эстонию но признается что крест на протестном движении в россии ставить не хочет настоящее время америка вашингтон